Всем привет, с вами Ред Спрут, и сейчас я расскажу про весь сюжет The Forest и как полностью пройти эту игру. Это видео можно считать одним огромным спойлером, поэтому если вы хотите пройти игру самостоятельно, то советую воздержаться от просмотра. Начнем с истории полуострова, задолго до начала событий игры. Рассказывать буду кратко, чтобы уложиться в хронометраж. История начинается несколько столетий назад, во времена масштабных колонизаций. На данный полуостров прибыли испанские колонизаторы и встретили тут местное население. Аборигены оказались непростые, как и сам полуостров. Голожопики обладали некими таинственными артефактами, которые позволяли воскрешать людей. Но у такого воскрешения был побочный эффект. Воскрешенные переставали быть людьми и мутировали в разных чудовищ. Откуда появились артефакты, неизвестно. Возможно, виноваты инопланетяне. Возможно, какие-то мистические древние силы. По всей видимости, колонизаторы и аборигены что-то не поделили и рассорились. Из-за чего и вспыхнула ожесточенная вражда. Так как полуостров не резиновый и всем на нем не уместится, то туземцы при поддержке мутантов легко справились с понаехавшими. Захватчикам не помогли ни примитивные укрепления, ни религиозная атрибутика. События тех лет подтверждаются большим количеством предметов и даже разрушенными кораблями, оставшимися от колонизаторов. С тех давних времен отношение аборигенов к приезжим ничуть не изменилось. И все последующие незнакомцы, столкнувшиеся с туземцами, долго не жили. Начинается игра с того, что главный герой, которого зовут Эрик Лебланк, вместе со своим сыном летит куда-то на самолете. Эрик не простой мужик, а телезвезда и специалист по выживанию. Он даже написал книгу, которая так и называется «Руководство по выживанию». Именно ее мы и видим, лежащую перед его сыном Тимми. В будущем эта книга Эрику очень пригодится. Пролетая над полуостровом, самолет выходит из строя и сразу начинает падать. После крушения персонаж приходит в себя и видит, как его сынишку забирает странный лысый тип с ног до головы, испачканный чем-то красным. Однако на то, чтобы помешать злодею, просто не хватает сил. И Эрик вновь теряет сознание. Отныне главная задача всей игры – это вернуть папаше-выживальщику его чада. Очнувшись спустя несколько часов, главный герой начинает свои похождения. Первое, что мы делаем, это подбираем все ценное, что найдем в самолете. А это таблетки, газировка, горячительное, ну и конечно топорик. Подъедаем недоеденное и выходим из самолета. Теперь стоит вскрыть все чемоданы, которые вы найдете неподалеку. Как только все выполнено, отправляемся в путь. Для начала нужно получить ключ-карту. Вы подумайте, зачем она нужна на этом полуострове, где царствуют кровожадные туземцы и мутанты. Тут же кругом каменный век. Об этом я расскажу позже. А пока нужно идти к пещере, вход в которую находится недалеко от берега и грузовых контейнеров. Самолет может падать в разных частях полуострова. По этому дорогу вам придется искать самостоятельно. По пути вам может попасться тот самый мистер помидор, который, увидев вас, сразу же скроется. Пытаться догнать его нет никакого смысла, он все равно сбежит. Кроме него вы, возможно, встретите и местных обитателей. Добра от них ждать не стоит. Для них вы как хипстер с зелеными волосами, оказавшийся где-нибудь в глубинке среди гопоты. Либо сразу бросайтесь в бой, либо величественно и не теряя чувства собственной гордости, бегите от них подальше, пока вам не накостыляли. По пути к назначенной точке собирайте все, что попадется вам на глаза. Особенно пригодится ткань. Добравшись до входа, заходим внутрь и попадаем в кромешную темень. Чиркаем зажигалкой и лезем в настройки игры в раздел с графикой. Там устанавливаем значение параметра цветокоррекции на М131. Теперь видимость станет порядком лучше. Идем по коридору никуда не сворачивая. Доходим до троса. Внизу будут ждать три пещерных туземца. Расправляемся с ними. Чтобы ребята не замерзли в этой холодной пещере, из куска ткани и палки делаем факел. Поджигаем зажигалкой сначала факел, а потом согреваем новых знакомых. И ждем. Из палки и черепа делаем дубину. Она хорошо блокирует удары. А из костей и ткани делаем костяную броню. Идем дальше вот за эту преграду из досок. Почти сразу же будет еще один обрыв, а снизу вместо аборигенов рукастый и несколько младенцев. Эта часть пещеры особенно ужасна, так как является своего рода братской могилой. Мутанты это не туземцы. Спар и плюх могут отправить вас на свет иной. В данном случае можно вообще не драться, а просто спуститься вниз и пробежать в дальний угол пещеры. Броня и блок дубиной не дадут вам погибнуть. Среди тел находим ключ-карту и по-быстрому поднимаемся обратно на выступ. Теперь топаем на выход по той же дороге, по которой сюда и пришли. На ключ-карте есть упоминание некой организации под названием Сахара. А рядом с той самой картой можно найти видеокамеру. Кассеты для камеры разбросаны по всему полуострову. Из них можно понять, что одними лишь мутантами и аборигенами дело не ограничится. И тайна полуострова намного запутаннее, чем казалось на первый взгляд. Для прохождения игры нам понадобится ребризер. Ну и конечно получить его можно только в одной из пещер. Выйдя на поверхность, идем по берегу налево. Пока не встретим вот такой якорь. От него мимо палатки идем вглубь леса. Нужно найти вход в следующую пещеру. Выглядеть он будет вот так. Идем прямо, пока не встретим двух аборигенов. Расправляемся с ними и продолжаем путь. Впереди будут ждать еще два голожопика и спуск вниз. Нам туда. Спустившись по двум тросам, идем вперед, пока не дойдем до воды. Поворачиваем налево и видим скелета с аквалангом. Скелет будто рад нас видеть и даже протянул свою культю для рукопожатия. Подбираем ребризер и баллон, что лежит рядом. Ныряем в воду. По пути справа будет выступ, на котором непонятно как очутились младенцы. Кроме них там будут и полезные ресурсы. Плывем дальше и оказываемся возле огромных ворот. Открыть их можно путем складывания камней на специальный постамент. Внутри за дверью вы увидите изображение некого обелиска и кучу застывших скелетов рядом с ним. Повсеместно также разбросаны религиозные книги. Казалось бы, это те самые испанские колонизаторы. Но стоит оглядеться, и мы замечаем палатки, топливо, ящики с газировкой и прочие современные предметы. Кроме того, тут же на полу лежит журнал со странным названием ниже известняка. Подобные журналы могли быть интересны спелеологам, другими словами, исследователям пещер. Кроме журнала находим и зарисовку нового мутанта. Это уже не рукастый, а Вирджиния. Подобрав все, что можно подобрать, вновь ныряем в воду. После нескольких заплывов и подъемов по канату нужно найти выход, который будет буквально на потолке затопленной пещеры. Проплываем сквозь него и оказываемся посреди пруда, в окружении диких гусей. Как вы могли заметить, этот остров хоть и не населен людьми, но их здесь было очень много. Побродив по окрестностям, вы можете найти множество разбитых лагерей, современными палатками и прочей утварью. Кроме нашего самолета, здесь также можно обнаружить вертолет и яхту. Кто на полуострове только не побывал. Теннисисты, киношники, туристы и даже какие-то самураи. Теперь ко всему этому добавилась и таинственная компания Сахара. У нас есть ключ-карта. При помощи ребризера мы можем глубоко и надолго нырять. Теперь нам нужен альпиншток или другими словами альпинистский топор. Он необходим для того, чтобы лазать по стенам пещер. Так задумывалось разработчиками. Но есть немного нечестный способ, который серьезно сократит вам путь и альпиншток вам уже не понадобится. О нем я расскажу позже. А пока выбираемся из воды и бежим на поляну. Теперь пробегаем мимо шалашей и держим курс направо. Бежим вперед по дорожке. Со временем справа вы заметите огромную карстовую воронку. Далее нужно перейти на противоположный берег. Там наверху рядом с палатками будет спуск в очередную пещеру. Внутри пещеры будьте готовы потерять немного здоровья, так как почти в самом ее начале нужно по возможности аккуратно спуститься с обрыва. При этом троса не будет. После спуска на пути вам встретятся 4 аборигена, от которых лучше избавиться. Идем дальше и подходим к очередному обрыву. Снизу в свете генератора видим торчащий из камня альпиншток. Перед тем как спрыгнуть к нему избавляемся от всех аборигенов и младенцев снизу. Теперь спрыгиваем, хватаем приблуду в руки и с ее помощью забираемся по стене обратно. С этой пещерой все. Возвращаемся на поверхность той же дорогой. Теперь у нас есть все для того, чтобы пройти сюжетную линию, так как задумывали разработчики. Бежим обратно к тем шалашам, что видели ранее. Рядом с ними будет вот такой продолговатый холм. Забираемся на него и бежим прямо. Слева будет море, справа озеро. Движемся прямо, пока не упремся в еще одну пещеру. Внутри нас будет ждать обрыв, аборигены и рукастый. За ними стена из досок, за которую и нужно пройти. Убивать вражин не обязательно, а рукастый даже может помочь вам эту стену сломать. Теперь бежим по краю обрыва к ближайшему тросу. Наша задача опуститься в самый низ. Спускаться придется долго, а местами и пользоваться альпинштоком. Ну а если вам лень ползать по этим канатам и вы рисковый человек, то можете просто сигануть вниз в воду. Там вас будут ждать несколько аборигенов и младенцев. Драться не обязательно, ведь впереди будет узкий лаз, через который им не пройти. Вновь опускаемся как можно глубже и не стоит обращать внимание вот на это окошко. Взорвать или как-то иначе его расширить не получится. Нужно идти в обход. В оранжевой палатке советую сохраниться, чтобы в случае гибели не бежать весь путь заново. От следующих аборигенов лучше избавиться, ведь впереди стена из досок, за которой тоже будут враги. Как только стена будет разрушена, поспешите завернуть за левый угол. И как можно быстрее сломайте еще одну стену. За ней тоже будут аборигены, но от них можно спастись, просто прыгнув в воду. На другой стороне путь будет преграждать завал из камней. Для его расчистки понадобится либо динамит, либо некоторое время пошуметь. На шум прибежит один из рукастых по ту сторону и поможет вам расчистить путь. Сбираемся на препятствие и бежим к постаменту. Складываем камни и открывается дверь. А за ней еще две точно такие же двери и несколько аборигенов. Открыв последнюю, вы окажетесь на дне карстовой воронки. А теперь путь для ленивых. Не обязательно получать альпиншток и проходить через всю эту пещеру. И поможет нам в этом панцирь черепахи. С его помощью можно не только кататься с горок, но и свалиться на дно воронки. Главное для начала потренируйтесь кататься на обычной горке, иначе падение может плохо закончиться. По центру воронки будет небольшой водоем с проходом в очередную пещеру. Плыть придется долго, а позже идти вперед, встречая на своем пути аборигенов и мутантов. Если у вас нет альпинштока и вы застряли вот в этом месте, то достаточно просто забраться на скалу и прыгнуть с нее. Не забудьте для сохранения воспользоваться палаткой. В итоге вы окажетесь возле вот такой массивной двери. Очень странно ее видеть в такой глуши, где живых людей уже не осталось. Открыв дверь той самой ключ-картой, удивляться придется еще больше. Перед игроком, привыкшим видеть только природу, темные пещеры и мерзких каннибалов, открывается хорошо освещенный чистый коридор. По пути нам часто встречаются рисунки, нарисованные некой Меган Кросс. Но не все так радужно. Вначале игрок видит только беспорядок, а позже картина становится все мрачнее и мрачнее. На полу начинают появляться пятна крови, а позже уже знакомые нам мутанты и аборигены. Причем не только свободно разгуливающие по помещениям, но и за стеклом в качестве подопытных. Если присмотреться к местным журналам, презентациям и рисункам, то становится понятно, что лаборатория занималась генетикой и что она напрямую причастна к тому ужасу, что творится на полуострове. Поблуждав по коридорам, в конечном итоге мы окажемся перед тем самым черным обелиском воскрешения, который часто изображался на пещерных рисунках и зарисовках. Он способен забирать жизнь у одного человека и передавать другому. В данный момент он издает странный шум. При попытке его открыть, мы обнаруживаем внутри сына главного героя. Сам обелиск изнутри напоминает древнее устройство для пыток. Вся внутренняя часть покрыта огромными иглами. К сожалению, сын не подает признаков жизни. Кто-то использовал Тимми как жертву, для того, чтобы оживить другого человека. Кажется, что отец уже отчаялся, но вдруг к нему приходит идея подключить сына к устройству оживления, ведь тот, кого оживили при помощи Тимми, возможно еще где-то рядом. И его можно было бы использовать для воскрешения сына. Обыскав помещение, мы находим того самого красного мужика, причем уже мертвого. Рядом надпись на доске «Папочка мертв». Также мы находим фотографию той самой Меган Кросс и понимаем, что это ее отец. Он выкрал сына главного героя для того, чтобы воскресить свою дочь, а та уже убила его самого. Теперь наша задача найти ту самую Меган. И долго искать не приходится. Обращаем внимание на пол рядом с Тимми. Он испачкан кровью и от этого места идут следы. Идем по этому следу. Побродив по коридорам, мы оказываемся вот перед такими дверьми. На кушетке рядом можно поспать. Проходим дальше и попадаем в огромный зал. Следы ведут в самый конец помещения. Там сидит маленькая девочка. Подойдя поближе, мы видим, что не только руки и ноги девочки испачканы кровью, но и весь рот. Сама она зачем-то упакована в целлофан. Будто куриные грудки из пятерочки. Девочка, держа в руках игрушку, изображает падение самолета и указывает пальцем на нас. Получается, что она знает про авиакатастрофу, в которую попал главный герой. После девочку начинает бить сильная судорога и из нее в буквальном смысле вылазит монстр. Причем он вырастает с такой скоростью, будто Меган недавно выпила какую-то местную мега-растишку. Любая птицефабрика отдала бы все, что есть, за секрет такого быстрого наращивания мяса. Сражаться с монстром далеко не просто. Это вам не околачивать палкой по заднице голых аборигенов. Лучше всего держаться на расстоянии. Но если все-таки погибнете, то сможете воскреснуть на той койке рядом со входом и продолжить бой. В итоге мутанта можно просто взять измором и он все-таки будет повержен. Теперь в груди конечностей мы находим Меган и несем ее к обелиску воскрешения. Запихиваем внутрь, но она вываливается, при этом роняя золотую ключ-карту. Похоже Меган уже мертва и не подходит для обелиска. Подбираем карту и идем к двери, на которой написано ко второму артефакту. Используем карту и проходим внутрь. Казалось бы пещер мы уже не увидим, но нет. Вновь пещеры и вновь заплыв с погружением. Поднявшись на поверхность открываем еще одну дверь и попадаем в странное место. Здесь будто еще одна карстовая воронка. По центру нее какой-то странный монумент. И повсюду десятки скелетов в странных позах. Будто тут собралась толпа инстаграмщиков делающих селфи. И в один момент их всех не стало. Заходим в проход на противоположной стороне и движемся вперед. Позже вновь попадаем в лабораторию, но уже в другое крыло. Здесь все еще хуже. Повсюду творится какой-то ужас. В итоге упираемся в красную дверь. Это не что иное как лифт. Поднявшись наверх снова офигеваем. Теперь мы не где-то глубоко под землей, а высоко в горах и отсюда открывается вид на весь полуостров. Этот странный коридор приведет нас в еще более странный залп. Подняв голову вверх, мы увидим тот самый второй артефакт. Эта штуковина способна отключать электронику на большом расстоянии. Именно из-за него и рухнул наш самолет. Тот красный человек, а конкретнее Мэтью Кросс, отец Меган Кросс, сбил самолет главного героя ради того, чтобы забрать Тимми и использовать как жертву для воскрешения своей дочери. В самом конце зала установлена консоль, на которой в данный момент показан пролетающий рядом самолет. Также здесь три указателя о пассажирах. Все они дети. Именно в этот момент вам придется выбрать концовку игры. Выбор либо сбить самолет, использовать незнакомого ребенка в качестве жертвы и воскресить сына, другими словами поступить в точности так же, как красный человек, либо пройти в угол комнаты и отключить артефакт. Тем самым придется смириться со смертью Тимми и остаться на полуострове. Игра при выборе этой концовки продолжится. Отключив питание, главный герой спустится в лифте в пещеру, в которой будет выход на поверхность и запертая дверь. Выйдя из пещеры, он сожжет фотографию сына, а рядом пролетит самолет с пассажирами, которых он решил пощадить. Более того, вы сможете открыть дверь на яхте, получить древний ключ и в пещере, из которой вышли, открыть еще одну дверь. Там вы обнаружите еще один артефакт, свечение которого можно менять. Синее свечение отгоняет аборигенов и мутантов, а красное наоборот привлекает. Если выберете концовку с крушением самолета, то увидите катсцену. Эрик и уже воскрешенный Тимми смогли покинуть остров и вернуться домой. Во время одного из телешоу Тимми становится плохо в точности так же, как Меган перед ее превращением в монстра. Но приступ вскоре проходит. Дальше в ролике показано, что Тимми вырос, но все равно не может забыть то, что случилось на том полуострове. Он подходит к окну и его руки начинают странно пульсировать. И становится понятно, что ужасы еще не закончились. Честно говоря, впервые проходя игру, я плохо понял ее сюжет и он мне показался даже каким-то бредовым. Поэтому я не задумываясь выбрал концовку с крушением самолета. Сюжет игры раскрывается, если только обыскать весь полуостров и все пещеры. Повсюду можно найти пасхалки и мелкие детали сюжета. Ну и конечно игра не ограничивается лишь сюжетной линией. Многим игрокам она вообще мало интересна. Им интересно строить базу, обороняться от мутантов и всячески выживать. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был RedSprut, всем удачи, всем пока.